Обещанного три года ждут. В Наринмаре возобновили строительство дороги на Тельвиску. Ее судьба повесла в воздухе в мае 2014. Тогда городской суд удовлетворил иск Роспотребнадзора, признав, что строительство ведется с нарушениями. По проекту дорога в двух участках налегала на территорию водовода, где строить категорически запрещено. Стоимость того контракта составляла более 550 миллионов рублей. Из них успели освоить 167. Тогда трассу обещали сдать к 30 декабря 2014 года, но не сложилось. Сегодня вопрос о возобновлении строительства дороги на Наринмар-Тельвиска сдвинулся с мертвой точки. Проектную документацию корректируют. Конкретных сроков, когда транспортная артерия наконец-то свяжет два населенных пункта, пока нет. Но есть надежда, что дело на этот раз доведут до конца. Плюс еще 340 метров. Дорога на Тельвиску прирастает новым дорожным полотном. Правда, пока оно ни на метр не сократит пропасть между двумя населенными пунктами. Участок, за который сегодня взялся Дориемстрой, до съезда к тепличному комбинату «Солнышко», пролегает аккуратно до того участка, который был построен в сентябре 2013-го. Тогда под асфальт успели закатать небольшой участок трассы. Сейчас проектная документация переработана. И мы уже работаем по измененной проектной документации. Решили, что вот этот участок дороги, который идет на ТБО и на кладбище, должна быть в уровне с существующим асфальтом. Но та дорога в асфальте не будет, она будет только в щебне. Щебня примыкания будет в асфальте. Вот такое проектное решение. Сегодня дорожники уже заканчивают основные земляные работы. В итоге этот участок будет представлять из себя дорожное полотно шириной 10 метров, шесть из которых – ширина проезжей части. На объекте трудятся шесть человек и четыре единицы техники. Проводятся работы по отсыпке земляного полотна. Конструируем верхнюю дорожную одежду, прокладываем резервные гильзы. Планируем окончить работы к 9 мая, пустить движение в полном объеме. Это работа первого этапа. В дальнейшем работы будут проводиться после 15 мая. По контракту завершить работы Дориемстрой должен до конца августа. Там, по словам главного инженера Александра Нигматулина, справиться раньше. Впереди еще строительство дорог в городе. Планы у предприятия большие. Что касается продолжения строительства дороги на Ринмар-Тельвиском, по информации департамента строительства, сейчас откорректированная проектная документация по оставшимся двум участкам проходит экспертизу. После станут известны стоимость и сроки строительства. Будут объявлены аукционы. Но уже сегодня известно, что вместо наплавного 138-метрового понтонного моста на Тельвиску, который успели смонтировать и демонтировать несколько лет назад, согласно новому проекту предусмотрен несъемный постоянно действующий мост. А судьба понтонного пока решается. Возможно, его по частям отправят в населенные пункты региона, где он будет служить в качестве причалов.